И явился ему у Дубравы Мамли, когда он сидел при входе в шатер во время зноя древнего, дневного. Он возвел очи свои, взданул его три мужа, стоят против него, и увидел он, побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. Мы читаем 18 глава Бытия. И сказал, господа мои, если я брел благоволение пред очами вашими, не пройдите мимо раба твоего, и принесут воды немного, а ноги ваши отдохните по дереву, а я принесу хлеб, и вы потребите сердца ваши, потом пойдете, как вы идете, мимо раба вашего. Они не сказали, сделай так, как говоришь. И приспешил Абрам в шатер в саде и сказал, поскорее замесите в саде лучшей муки и сделай пресные хлеба. Побежал Абрам в стаду, дал зеленка нежного и хорошего, дал отраву. И тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и зеленка приготовленного и поставил пред ним. А сам стоял подле дерева, а они ели. И сказали ему, где Сара, жена твоя? Он отвечал здесь в шатре. И сказал один из них, я опять буду тебя в это же время, и будет у Сары сын. А Сара слушала им, когда шатер сзади его. Абрам же и Сара были преклонны, в преклонных летах. И обыкновенная женщина у Сары прекратилась. Сара внутренне рассмеялась, сказав мне, когда я составил с иметь ее, господин мой старый. И сказал Господь Абраму, отчего? Это рассмеялась Сара. Неужели я действительно могу родиться, когда я состарилась? Если есть что-то трудное для Господа, в назначенный срок я буду у тебя, в следующем году и у Сары будет сын. Я хочу сказать, что вот этот текст, который мы читаем, особенно в синодальном переводе, он немного искажен. Они были осмотрены в пасухе, в эмунах. Потому что когда мы смотрим на этот... Нет, нет, нет. Когда они смотрели на эту картину, они смотрели на эту картину, на этот текст. То есть когда смотрели, когда переводили вот эти вот стихи, они на всю эту картину смотрели немножко по-другому. То есть они руководствовали вот той доктриной, а при единстве. И вот иногда интерпретировали, что вот эти вот три ангела, которые явились, это на самом деле не ангела, один из них это сам Бог. И поэтому сам перевод, он немного своеобразный, а не так, как написано. Но на самом деле здесь очень интересная история происходит, и мы много чего можем почерпать. Я хочу дать вам несколько коротких уроков. У меня есть семь уроков, но посмотрим, сколько успехов. Но здесь такая история. Вот Абраам, если вы помните, что в прошлых главах написано, что он прошел обрезание. И обычно есть такое понимание, что после того, как человек сделал обрезание, до сих пор у него есть еще боли. И вот он находится возле дверях своего дома, своего шатрата. И вот толкование простое оно говорит. Он сидит возле своего шатра, и он смотрит, что происходит вокруг, чтобы пригласить людей в свой шатер, если будут проходить какие-либо... И Медраш, он рассказывает такую историю, что люди в то время Абраама, они были на самом деле не очень такие уж хорошие. Они, можно сказать, были много такие ужесточенные сердцем. И сейчас у нас лавин лама. И можно понять почему. И если вы помните, что совсем недавно, того времени, произошло все, что находилось в Вавилоне, постройка Вавилонской башни. И люди, они до сих пор были ранены от того, что как Бог их всех разбросал по всему миру. Они, на самом деле, просто восстали в бунтабале, и Господь наказал их. И часть вот этого наказания... То, что последовало за вот это вот наказание, это что не было внутреннего мира, и не было достаточно коммуникации между людьми. И вот, мы видим, что Абраам не крал въезде Адонай, и вот Абраам, он призван Господом, чтобы представлять Бога на этой земле. И вот он выбирает путь, как же ему представить Господь всех. Не было раньше телевизора, не было интернет, и было очень тяжело распространить всему миру то доброе, что было у Абраама в сердце. Даже в той местности, где жил Абраам, куда он пришел, люди до сих пор были ранены и страдали от последствия того греха. И вот Медраш, он рассказывает такую историю. Абраам растер, большой шатер, не только для себя, для своей семьи, и также для рабов и родственников, которые были с ним. Но он для гостей, для людей, которые будут проходить так. И вот его шатер, он находился как раз на том месте, где очень много путьников проходило. И вот он брал и приглашал этих путьников, свой шатер. И он угощал их. И он просил от них единственную вещь. Просто поблагодарите Бога. Всего лишь одно от вас прошу, поблагодарите Бога. Как можно объяснить все это? Он приглашал гостей. И вот он, можно сказать, проповедовал, но так очень аккуратно. Ну так очень аккуратно. И вот, сядьте вокруг моего стола. И давайте поблагодарим Бога, того Бога, которому я верю, что Он благословил меня. Таким образом, Он как будто сеял семена в сердца этих людей. И знаете, от этого Он не богател, наоборот, Он от своего сердца отдавал людям. Но, что интересно, вот это вот принятие гостей, об этом написано в послании к евреям. Принимайте гостей. Потому что один принял гостей, на самом деле это были ангелы, тем самым получил большое благословение. И то есть там в посланиях к евреям, на самом деле, говорится о Аврааме. Что это значит? Вот Авраам сидит возле своего шатра. И вот трое идут. И он уже привык приглашать, гостей. Он не знал, кто это. Они все были одеты, как люди. И каждый раз, когда мы в Фланахе видим описание, что вот явился какой-то ангел, но никогда не было никаких крыльев. Это был как обычный человек. Ангел такой с крылышками, это только в христианская теология. И вот Авраам, он видит этих трех, и приглашает свой шатер. И вот здесь я хочу, чтобы мы могли поучить кое-что. Первый урок, это будьте теми, которые приглашают к себе. Элогим, это небо של Элогим. Потому что это сердце Божье. И в целях, он берег от Аврааму, и берег от них. И таким же образом, как он благословил Авраам, он благословит Иван. И вот эти крылья, они заходят, в облуды. И вот эти крылья, они заходят в моем доме. Так что вы садитесь там. И вот кто-то один вдруг говорит тебе, И вот эти крылья, они уже в пожилом возрасте. То есть у них даже никакой надежды нету, ребёнка. Вы знаете, иногда когда человек болит, он не знает, что он не знает, когда он болит. Он не знает, потому что он даже не хочет, чтобы ему напоминали его болит, потому что он и так насстрадался. И он хочет, чтобы он просто, вот здесь, вместе с бабами, не степься пьян, не осерцать сихавы, и он лехал. И вот Абрам, хочешь просто принять этих гостей, чтобы вместе посидели, накормить их, и хорошо, идите дальше. И Сара уже много настрадалась, из-за того, что у него не было детей. Уже там что-то были, какие-то пробы с Агарием. Мизухеледа, Сипура, Агари, Шмаэль. Не хотим этого, уже им этого не надо. И вот они вдруг стоят и говорят, через год у тебя будет сын. Абрам, он отец, как же он реагирует? Может быть, вот эти вот странные, может быть, они пророки, может, неизвестно вообще, кто они. И вот еврейская традиция на греческе, это были три ангелы. И вот именно в то время, когда Абрам еще говорит с ним, я думаю, иногда каждый из нас такую ситуацию, иногда проводит. И там, где там, когда ты в амудах, в какой-то такой, что-то, 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 вот иногда, может быть, ты находишься в какой-то, такой запутанной обстановке, и может, работать, что-то, что-то дома. И вот у тебя внутри вопрос, ты не дозырь им, то есть с одной стороны, ты находишься против каких-то людей, ты разговариваешь с ними. А внутри ты как будто молишься сразу к Богу, и спрашиваешь, задаешь ему вопрос, и как же мне поступить, как мне отреагировать? Кто-то был в такой ситуации, по-другому? Только 5-5 человек? 5-5 человек, все равно. Вы не были в ситуации, когда вы были в какой-то ситуации, и в тот же уровень, когда вы спросили от людей, и в таком положении, когда ты с кем-то общаешься, и ты не понимаешь, что делать, ты тут же спрашиваешь Бога, как же мне поступить? Поднимите руку, кто находился в такой ситуации? Есть ли? Есть ли? Авраам – это не Моисе. Но Моисея – у Моисея был другой дар. О нем написано, он говорил с пани муль пани, «Лицом к лицу, говорил Господь». Иллюхим говорил ему к Моисея, «Аль таазомет ой, на мою, и в кое-коре, я не могу начать говорить о тебе». Бог даже сказал ему, «Моисея, не отходи от собрания, потому что я в любой момент могу говорить с тобой». Авраам был более чемодан, но он был более сильнее. Он был более сильнее. Не меньше. Он был более чемодан, в его методах. Но из-за возраста, он мог различать голос Божий. И вот в тот же момент Бог говорит с ним. И вот те три ангела, которые посланы Богом, они также разговаривают. Это своего рода, что как будто Бог подтверждает, да, это слово оно от меня. Продолжай, возьми его в руку и двигайся. Что вы сейчас понимаете для себя из всего этого рассказа? Когда мы заботимся о гостях, откровения приходят. Мы должны научиться развивать вот этот вода и понять, что Господь от нас желает. Потому что наша молитва – это диалог. Мы, может быть, привыкли, что это всё одностороннее. Но истинная молитва – это диалог. И одна из наших молитв, чтобы мы могли молиться о том, чтобы познать голос Божий. Ищуа, в общем-то, говорит, «Отцом שלי макир колит». Ищуа когда-то сказал, «Мои овцы знают голос Пастора». И я хочу сказать вам, что Пастор Акимота нам пытался донести. Он говорил о величии Божьем. И что мы можем даже просить у Бога больше того, что мы можем вообразить. Но очень часто мы так привыкли решать только проблемы. Но Бог желает, чтобы мы научились слышать Его голос. И вот это вот нельзя просто так получить. Это опыт, это какие-то попытки, которые ты должен делать. Ты пробуешь, ты слушаешь, где-то у тебя не получается, где-то ты запутан, но ты продолжаешь. Но здесь мы видим, как Авраам пытается услышать голос Пастор. И вот он общается с тремя ангелами. Ангелы это не люди. У них есть разные определенные дары, особенные дары. Они очень сильные. Но по сравнению с человеком, они направлены к одной цели. То есть человек в одно и то же время может делать много разных вещей. Мужчина может делать три вещи в тот же момент, а женщина пять. Знаете почему? Мужчина выезжает из дома на машине. Она ведет машину. Но он просится сразу. Там же и кофе параллельно пьет. И есть ерет и уже в шаг. Вы по телефону не доберете мишу. И еще по телефону. Ангел так не поступает. У хазак неот. Ему не надо кранить. Он очень сильный. И он направлен на то, чтобы делать что-то не должно. И вот три ангела. И согласно еврейскому пониманию, у каждого из них есть своя цель. У одного из ангелов была цель провозгласить благую весь вот эту вот царь и исцелить ее, чтобы она могла родить ребенка. У других двух было задание пойти в Содом и Гамору, чтобы уничтожить их. И это как раз то, что мы видим. Пришло трое. И вот потом мы видим, что только двух провожает Авраам, а один исчез. И тот один, с которым он находился, это не Бог. Но с другой стороны, он параллельно продолжает разговор. И в тот момент он уже понял, скорее всего, что это ангелы, они простые. И двое пошли в Содом и Гамору. И он спрашивает на самом деле Бога, что неужели ты разрушишь этот город? И вот помните потом вот этот вот диалог, эту торговлю. Вы помните, сколько праведников минимум нужно было, чтобы не уничтожить Содом и Гамору? Десять. Десять человек. Почему десять? Миньян. 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 как они имеют власть остановить. Окей, улай, ба-эльтэм, заитпатэр. Вот добавь, Ихад. Еще одна мысль. И монахну подхим от цифрит галют. Если мы открываем книгу Откровения. Аз папперек 21-й вихад, пасук шмоне катув. В 21-й главе, 8-й стих там написано. Рот схим, зоним, махшевим, олхим редейном. Там перечисляют всех людей, которые направляются в Гиену Огнену. Кубицик, билюбадей. И так далее. Вы помните это место? Но там есть еще некоторые слова. ЭЛЕ ШЕ ПОХАДИМ. То есть боязливы. Боязливы. Вы помните это место? Я всегда спрашивал, почему вот эти вот боязливые должны идти в Гиену? Ну, а если человек не хватает крабрости, смелости, что делать? Вы понимаете, амашмагуточ шаг для ПОХАДИМ, זה לא ПОХАД МЕ САКАНАМ. И на самом деле, вот смысл в том, там говорится, люди хне тех, которые боятся каких-то опасных... Мы сегодня сомненьшим Виктором. Виктор, в каком месте ты работаешь? Когда ты работаешь в Гиену, в каком месте ты работаешь? А? Виктор, он говорит, в 25-е, где хуц на Гиену. Виктор, он... Снаружи здания, на 25-м этаже, я работаю, и делаю разные ремонты. Я могу на лестницу забраться, мне уже страшно. А что, поэтому мне нужно в Гиену идти? То есть каждый человек разный. И здесь говорится о людях, скорее всего, те, которые боятся сделать выбор. Сейчас будет служить. В жизни Ибрааму, он все время, в ду-сиях, им ел-у-хим, ле-матарай-хан. Жизнь Ибраама описана таким образом, что он всегда находится в диалоге с Богом. В ду-сиях, он всегда находится в диалоге с Богом. Он всегда должен что-то предпринять. И он всегда в этом диалоге должен что-то предпринять. Либо выбрать что-то сюда или туда. Это то, что происходит впоследствии так же с нашим народом. И вот Моше потом в последствии так же говорит народу, выберите, изберите для себя, либо благословение, либо проклятие, либо смерть, либо ду-сайтану Иешуа. То же самое делает Иешуа. Он объясняет людям о царстве, которые должны быть. И также он объясняет людям о своей личности. И каждый находится перед выбором. Я выберу, такой дорогой идти или такой. Но зачастую люди, они просто боятся сделать это. Но описание не дает нам большой концепт. Что Бог приготовил для каждого из нас дела. Что только ты можешь это использовать. Очень хорошие дела. Только ты на это будет. А ты может что-то другое, а ты еще третье. И Эбраам может что-то четвертое, а Моше или что-то другое. И каждый из нас находится перед таким выбором. Двигаюсь ты ее дальше вперед, или я останавливаюсь. Мы видим в эбрааме очень много фашлы. В жизни Эбраама тоже было не все правильно, не все реально. Памаем, памаем, он кемат мусор от цара, или нищего другого. Мажды он передавал свою жену. Нужно сразу так же обсуждать. Неизвестно как бы каждый из нас поступил. Мы так же не до конца понимаем, что там происходит. Но каждый момент своей жизни он находится перед диваном. И вот в этот момент каждый раз он пытается прислушаться голосу. Куда ты направишь меня? Что мне нужно сделать? Что я хочу передать вам? Хебле. Если мы, дни Эбраама, мы каждый день умдим в мульбергерок. Если мы сыны Эбраама, дети Эбраама, то мы каждый день стоим перед выбором. И кто поможет нам сделать правильный выбор? Камуван, обонак хололит И в первую очередь мы должны понимать Писание. И в этом каждый раз даже Писание нам говорит, чтобы мы просто преобразовались своим умом, наполняясь Божьим Словом. Добарь шиньи. Второе. Мы должны научиться и услышать голос Святого Духа. Добарь шиньи. Третье. Это мох шеламу. Наш разум. А мох шеламу царих лавот на тигун позитивий. То есть наш разум должен направляться в позитивную сторону. И я уверен, что Пастор Акимота о днем 50-х годах он сказал ему, что он хочет чтобы он уехал больше от этого. И вот я понимаю, почему Пастор Акимота 50 раз говорил, что Бог любит тебя, любит тебя. Почему он это говорил нам? Потому что очень часто мы так сильно завязываем в нашей рутине, что забываем эти простые слова. Кто еще может? Может быть это твой супруг или супруга. Может люди вокруг тебя. То есть всегда есть место, когда ты можешь кто-то посоветовать. Но мы принимаем решение. Если вы посмотрите на различных людей, которые преуспели в жизни. это преуспевание, а затем это преуспевание пришло именно из-за того, что они умели принять правильное решение и вообще сделать решение. Не всегда у них получалось, но они пробовали вновь и вновь. Еще один небольшой вруч. Если вы читали всю эту неделю в Гераль, если вы помните, потом Авраам пошел жить в Гераль. И вот приходит опять Авимелех, царь, к его месту. И не очень понятно, что там происходит. И вот помогает царь Абраам. И вот через год рождается он некий сын. И люди начинают сплетничать. Даже те, которые были рядом с Авраамом. Вот царь, никогда у нее не было детей. Но несколько дней она провела там у фараона, или у царя, у Абимелеха. И вот родился ребенок. И вот Ишмаэль начал царь о Ицхах. Даже Измаэль стал смеяться на Ицхах. Это все в той же недельной главе. И именно из-за этого царь рассердилась. Ей надоело все это. И тогда она говорит Абрааму просто выгони их вон. Потому что Ицхах тот, который наследует все. Но вы понимаете, что все не так-то просто. О чем я хочу говорить сейчас? Я хочу говорить сейчас о непорочном зачатии. Вы слышали такое выражение непорочное ? Ишуа, шутки, как это возможно? Как это возможно? Мирьям может быть Когда в Израиле поднимается эта тема, то люди начинают просто смеяться, каким вдруг образом Мирьям могла родить так. И люди начинают склейничать и придумывать разные истории. Но, в конце концов, мы говорим о том, что мы говорим о атеистах, которые не понимают в Едуи. Как же, когда женщина могла быть подниматься в район, в неудебе? А в Израиле тоже так, что люди говорят, но в основном атеисты поднимают эту тему. Как вдруг женщина может забеременеть без мужчины? И знаете, если мы обращаемся к мидрашам разные, то они там описывают таким образом Сара за чела. И там они начинают описывать, что Господь взял семя Абраама и каким-то особенным образом поместил в Сару. Такой особенный и сверхъестественный. Я не хочу здесь ничего сказать. Мы точно знаем, что там было чудо. Потому что они были действительно в пожилом возрасте. Но чудо случилось. И если чудо совершилось с нашими праотцами, и есть очень много других, так в чем же проблема, что миря могла зачать и родить его? Если мы учим несколько пророчеств о рождении Машиаха, то мы говорим, что большая теща, в 9 главе там написано, в сутки 6-6, там говорим, «Ине Айенед Миттан Лану» и «Самхут Аль-Шикмо» и «Ешь локовод в Коаб» и он наполнится силой и власть в лесах его. Аз Лемар-Бе, ешь помила Лемар-Бе, величие, шам Мем сгура, ктува по тексту. И то есть, наберите, там написано буква Мем немножко особенным образом. То есть среди слова она стоит посредине, но написано как конечное. В этом ютим баа сманшел бен Малахия и вот вы знаете, что во время между Малахией, пророком Малахией, и храмом, то есть было много разных толкований и сказали, «Хамашиев, нужно вывалять из-за сгура». И говорят, что, скорее всего, Мессия должен родиться из... ...закрыта в аутроби. Акета, это буквально, это экзегеза, это метрак, это толкование как раз, вот почему вот эта вот буква Мем стоит посреди слова, и она закрыта. Но это тоже самое, мы можем увидеть, как связано рождение Иешуа с рождением Ицхака. Что мы учим из этого отрывка? В 22 главе, в Иеке, когда мы видим, как Абраам пытается принести в жертву своего сына. Я думаю, что все помнят. Каждый год мы говорим об этом в Роше Шана. И вот это место, где Абраам пытался принести в жертву своего сына, сегодня, или впоследствии, это стало тем местом, где был построен храм. Все, что там происходило таким пророческим образом, оно просто показывало, символизировало жертву Ишуа Мессии. И то, что произошло там, это открыло новые врата, новые двери для всего мира, для спасения всего мира. И, конечно, очень много стихов в Брешит 22, между 16 и 18. Это та же форешка чего-то. Вот те стихи с 16 по 18 стиха, где Бог клянется Абрааму. Бог говорит, «Мною клянусь». То есть вот этот Бог клянется человеку. Концепт, который вообще невозможно понять. То есть ангелы не могут стоять. Они просто убегают от лица Божьего. И вот этот Иллюхим не жбал. Он не жбал. Он не жбал. Он просто клянется Абрааму. Он говорит, «Ви не жбал». Мною клянусь. И вот три дела. Они обещаются. Они говорят, «Твои дети, твои потомки будут как песок и звезды». То есть это говорит о вечности израильского народа. Но также о других народах, которые прилепятся к Израилю. Потому что здесь написано о двух личностях, о двух видах детей. То есть с одной стороны песок, с другой стороны звезд. Есть еще одно. То есть ты будешь преследовать врагов своих в их воротах. То есть в твоем потоке вы превозможите и победите весь вот этот грех, который находится в мире. И с третьей стороны он говорит. В зерах שלך отборху כל העמים, כל המשפחות в этом мире. Все имени Твоем благословлятся, все народы земли. В последствии Господь Шауль взял эти слова и он интерпретировал их на Ишуа, Мессия. Они очень-очень наполнены знаниями и каким-то особенным пониманием и вдохновлением. Но вот три вещи хочу напомнить. И хочу, чтобы вы подумали о них. Научиться слышать голос Божий. Ласок бихира. Делать выбор. Леют אנשים петухим лекабалат орхи. Боить открытыми людьми, чтобы принимать гостей. И чтобы вот это понимание, что Господь ожидает от нас, чтобы мы делали те дела, которые он предназначен каждому из нас. То, что только ты можешь сделать. И я говорю, не мы, а ты. Коль אחד есть что-то мое, что только ты будешь в этом. За каждого из нас Господь возложил что-то особенное, что только ты можешь это выполнить. И так же мы учили сегодня великой любви Божьей. Которая превыше всякого понимания. И он готов просто дать нам. И пастор Акимота пытался донести это до нас раз за раз. Давайте мы встанем и помолимся. Отец Небесный. Спасибо тебе за этот день. Я уверен, что у каждого будут различные чувства после этой. Но я прошу, чтобы через эти зерна ты каждому из нас посеял что-то великое. Помоги нам не бояться. И пытаться и прикладываться для того, чтобы услышать твой голос. Помоги нам. Помоги нам исполнить твое предназначение. Наши предназначения. Чтобы мы могли быть инструментами в твоих руках. Аминь. Аминь.